Сколько раз бывал в Георгиянности, ни разу без кем. У нас уникальная с вами возможность, пока народ подтягивается, у нас уникальная возможность, которую мы должны с вами использовать. У нас не приехал один спикер на этот стейдж, соответственно, в 12.15. 12.15, да? Да. У нас есть возможность организовать такой мини-долг по практике, каким-то вопросам, возможно, они у вас есть, возможно, сейчас появятся, там мой коллега будет докладывать, если после меня. Короче, у нас есть возможность с вами фейс-то-фейс пообщаться. Прямо здесь, из-за этих вопросов. Я в ближайшем году докладов могу собрать вопросы, я их как-то аккумулирую, и потом мы, исходя из ваших вопросов, построим целый слон. Я думаю, что это будет интересно, потому что редко такое бывает, когда кто-то не приходит, и, соответственно, есть. А кто не пришел? Кто не пришел? Кто не пришел? Он не пришел. Сергей Баранов. А мы только... Он не пришел. А он не пришел. Как вчера? А кто по дрейдеру, кто был вчера на автобазе? На какого-нибудь здесь. Ну, как на какого-нибудь. На какого-нибудь были. Посмотрите, эти герои, они пришли рано утром. Силы воли и тяга к знаниям. У нас есть 10 минут. У нас было несколько лет. А, не было? Было несколько лет, да? У нас даже. Ну что, у нас 2 минуты до начала, да? Правильно? Да. 2 минуты, хорошо. Хорошо, сейчас начнем. Тут, оказывается, 15 минут еще что-то мероприятие какое-то, да? А зачем ждать? Мне кажется, кто хотел уже пришел. Ну, блин, это мы же все пунктуальные, дисциплинированные. Пришли слушать, учить. Если там не хватит времени, у нас в баранах ночью не прилетело, мы знаем, куда залезть. У нас есть запасный вариант. Окей. Тогда, тогда... Давай так. Да что ж. В общем, логика такая. Подумайте над вопросами. Я эти вопросы вот после этого мероприятия соберу, запишу, саккумулирую в какой-то документ и сделаю выборку, например, там 20 вопросов, на которые Василий Саванов и Алексей в реальном времени фактически ответят. Да? Мне кажется, 20 вопросов нормально. Да? Да. Слушай, ну, ты тем самым забираешь возможность у наших слушателей задать мне вопросы сразу после доклада. Сразу после... Нет, нет, нет. Нет? Это на 12 часов. А, и зачем на 12 часов? Это дополнительно? В принципе, в случае времени. Понятно. Все в порядке. Окей, друзья, давайте начинать. Как вы? Не просим? Ура. Все. Это торжественные слова. И я рад открывать второй день конференции здесь. Сегодня я решил привести такую совсем обычную тему. На самом деле, тема действительно обычная, потому что в последнее время это один из самых холиварных вопросов, которые я встречаю на любых тренингах, которые мы ведем в любых городах, в любых компаниях. Сегодня люди спрашивают, ребята, а что лучше? А что лучше, левое или правое? Что лучше, скрам или канбан? А что лучше? А как выбрать? И, соответственно, мы накопили-накопили разные-разные вопросы и поняли, что эта тема действительно интересна. Интересна, во-первых, потому что вообще огромный сейчас интерес в России к различным гибким подходам, давайте их так называть, многие компании из разных отраслей пробуют. Кто-то успешно, кто-то неуспешно. И, соответственно, поскольку большой интерес, разные инструменты, все хотят попробовать и разобраться, а что же лучше, а как совмещать, а можно ли совмещать. И, соответственно, вот сегодня я хотелось бы об этом поговорить и построить доклад таким образом, немножко поговорить про те мифы, которые обычно мы видим, и противопоставления, которые ребята делают в разных компаниях, наши коллеги делают. То есть мы собрали такие некоторые мифы, а потом немножко поговорить про кейсы, где эти, может быть, мифы, либо практическое применение этих инструментов совместное, дало какой-то результат. То есть чисто просто примеры из практики. Окей? Вот так. Ну и, соответственно, в свободном режиме, если вопросы будут появляться, мы обязательно время для вопросов выделим в конце. И у нас есть еще таинственный слот 12.15, куда можно принести вообще любые вопросы, связанные с гибкой разработкой. Окей. Тогда я пару слов скажу. Привет! Привет! Мы уже начали, спасибо. Нет, нет, все нормально. Пару слов о себе. Меня зовут Алексей Бигулюев, я работаю в компании Unusual Concepts. Занимаюсь тем, что помогаю различным компаниям, маленьким, большим, провести организационные изменения для того, чтобы стать более гибкими, более адаптивными на рынке. Соответственно, достаточно давно практикую гибкие подходы, именно с точки зрения управления. И называюсь Аджалкович, хотя, наверное, это не совсем правильно. Сертифицированный тренер по комбам. И, в принципе, люблю эти все подходы, потому что действительно действительно верю в те ценности, которые они за собой несут. Ну и те практические успехи, которые мы достигли в разных компаниях, они подтверждают, что это все не мир, все это практика, но требует колоссальных усилий на всех уровнях организации, не только в каких-то командах, но и от менеджмента, от управляемцев и так далее. Окей, давайте двигаться дальше. Поскольку мы сказали, что у вас будет возможность задавать вопросы, прежде всего я хотел бы вам задавать вопросы, просто так, ради разминочки. Вот если бы я вас разбудил бы ночью и спросил, ребят, а какие подходы используете? Вот поднимите руку, пожалуйста, кто пробует, либо использует подход, который называется Scrum? Ну, плюс-минус, более успешно. Окей. А кто то, что использует, называет Kanban, у нас Kanban-доска там, в общем, а, вижу, ну тоже, в принципе, да. А кто что-то другое, которое называется «наше все»? Супер. Отлично. Еще один у меня вопрос есть к вам. Вопрос по практическим, да, по практическим инструментам. Поднимите руку, пожалуйста, вот у кого в команде висит доска, либо электронная доска есть, которая называется Scrum-доска, Kanban-доска, неважно как, Туду-доска. Ага, есть. А у кого используются на этой доске какие-нибудь правила? Правила перехода, правила, подтверждающие готовность продукта, definition of done. У кого? Ну, уже поменьше. А у кого используются ограничения на количество одновременной работы? Еще поменьше. А у кого используются, входит, соглашения с пользователями на сроки поставки? Ну, это нормально, на самом деле, ребят, нормально. Смотрите, почему я эти вопросы спрашиваю, они не случайно, они помогут нам поразбираться с этими инструментами чуть подальше, попозже. Хотел с вами поделиться статистикой. Совсем недавно, несколько недель назад мы проводили вебинар с одноименной темой, и на этом вебинаре задавали примерно такие же вопросы. Вот смотрите, что ребята пишут, кто участвует. В принципе, говорят, да, мы используем Scrum, мы используем камбан, в меньшей степени, мы используем в сочетании Scrum, камбан, ну и еще какой-то подход, который называется наше все. При этом, смотрите, второй опрос был, мы спрашивали про инструменты, да, и вы видите, что все инструменты ограничиваются плюс-минус доской какой-то, да, а все остальное вообще незначительные степени. И, соответственно, возникает вопрос. Окей, ребят, мы говорим о том, что мы используем какие-то подходы, но почему-то из этих подходов берем самое минимальное, самое незначительное, самое, может быть, просто внедряемое, но все остальное мы забываем. Почему? Не знаем. Может быть, не хватает сил, может быть, что-то еще. И вот давайте поразбираемся. Все-таки, возможно ли существование этих двух подходов? Ведь не секрет, даже если посмотреть мировую статистику, не секрет, что самый популярный фреймворк гибкой разработки это Scrum. Самый популярный в мире. Независимо от проектов, от сферы, так или иначе, 90% компаний пробуют, либо пробовали, либо будут пробовать, либо что-то пытаются сделать в Scrum, да. Мы не говорим там про масштабируемый Scrum, ну, термины продуктованным стали нарицательным, да. Термин Scrum Master меньше, Scrum Manager больше, почему-то. Но, тем не менее, все это есть. С другой стороны, вроде как бы есть и Kanban, мы про него тоже знаем, но если покопаться чуть дальше, оказывается, то, что называется Kanban, это не тот Kanban. Это не тот Kanban, который на самом деле. И теперь я, опять же, хочу с вами поделиться. Работаю с разными компаниями, приходим и спрашиваем. Ребят, что делать? У нас Kanban. Окей, а что у вас? Что это такое? Вот доска у нас висит. Отлично. Ребят, ну это не Kanban. А что это такое? Ну, доска. Это доска просто висит у вас. Окей. А что у вас еще есть в другой компании? Ну, вы знаете, у нас ребята съездили в Японию, посмотрели на производство Toyota и пытались Kanban запустить. Но это не тот Kanban, это промышленная система управления производством Toyota, да? Мы не про тот Kanban говорим. Так вот, если в качестве такой напоминалки поставить здесь такую точку, Kanban это не фреймворк, в отличие от Scrum. Это не методология, как многие говорят. Это просто подход к управлению. И если посмотреть на эту простую формулировку, подход, это метод управления. Соответственно, его и нужно сравнивать с какими-то методами управления. Есть метод управления по задачам. Когда я тебе ставлю задачу, ты выполняешь. Есть метод управления по целям. Когда мы там декомпозируем цели компании ниже-ниже-ниже и докажем, что ты великий API выполняет. Это тоже метод управления. Соответственно, Kanban это тоже метод управления. А раз это метод управления, то логично я могу с помощью метода управления управлять всем, чем хочу. Так ведь? Ну, логично же. Соответственно, могу я управлять личным временем с помощью Kanban. Ну, наверное. Могу управлять личными финансами. Уже лучше. Могу управлять личной жизнью. Вообще супер. Супер ложится. И так далее. То есть, если мы начинаем растружать в этом ключе, то часть противоречия сразу снимается. Раз это метод управления, можно просто применять и найти точки соприкосновения, куда этот метод управления прилагать. Идем дальше. Раз это метод управления, то, наверное, у него какие-то есть принципы. И действительно, в компании всего их шесть основных принципов. Всего шесть. Смотрите. С крайне один из элементов. В группе там 128 всяких обязательных ролей было. В компании всего шесть. Всего шесть. И в этом-то и тяжесть понимания. Смотрите. Первое. Визуализируйте тот процесс, который у вас существует. А у кого кто подумал, что у него есть доска? Но ведь доска наверняка отражает, кто дуне прогресс дам. У кого? Ну, большинство. Да? Так вот. А ваш процесс гораздо сложнее. Так ведь? Так вот, Комбан говорит, что не надо делать ту душную доску. Это просто доска задач. А сделайте, визуализируйте именно тот процесс разработки, ну, либо куда его применяете. Тот процесс, который у вас есть. И в этом сложность. Потому что у вас процесс у каждого, в каждой компании, в каждой команде уникальный. И он будет выглядеть по-особенному, да? Уже понимаем разницу между то, что есть и то, что требует Комбан. Дальше он говорит. Ребята, а еще есть принципы. Смотрите. Есть принцип ограничения незавершенной работы. Есть принцип управления потоком задач. И так далее, и так далее. Смотрите. А как вы думаете, на каком пункте большинство компаний останавливаются? На первом. На первом. И то это художественная доска. Страна. А все говорят, мы применяем Комбан. Так вот, хочется, чтобы, когда мы говорили про метод управления, мы помнили про эти все шесть принципов. И мощность этого инструмента, как инструмент управления, именно и заключается в существовании, применении именно шести этих принципов. Ну, меньше теории, да, это все как бы просто напоминалочка вам. Это можно прочитать в каких-то книжках, просто чтобы мы здесь точно про это проговорили. Идем дальше. Так вот, что мы видим? Мы видим такую войну в сообществе аджелистов, между коучами разных компаний, между постами в фейсбуке, между экспертами и неэкспертами. Мы видим, нет, надо скрам, нет, нет, надо Комбан, нет, эти скрам мастера требуют, а у нас Комбан мастера. И так далее, и так далее, и так далее. Холиван, непрерывный. И мы попытались, как я говорил, агрегировать самые-самые ключевые противопоставления. Что получается? Больше всего я встречаю следующее, чаще всего. Следующее. Нам коллеги, многие коллеги говорят, скрам требует огромной революции. Представьте, с завтрашнего дня кто-то должен называться продуктовным, кто-то скрам мастером, команда, должна отдельно сидеть, все прочее. Такая революция. А Комбан хорошо, визуализирует и все. Ограничивает работу и все. Нет, нет, друзья, в этом-то и ловушка. Для многих компаний ограничение незавершенной работы это уже революция. Представьте, хочется, прибегает там наш менеджер, говорит, возьмите, ребята, в работу новую срочную задачу, а вы говорите, мы не можем взять у нас, смотри, ремит, все, 4, мы не берем. Для кого-то это революция. А кто-то говорит, а давайте метрики и управлять потоком задач, сколько у нас времени тратится от идеи до продукта, и сделаем это прозрачно, как говорит Комбан. Но это же надо все-таки показать. И это же, опять же, революция для многих. Поэтому и Комбан, и Комбан просит вас меняться, просит вас проводить организационные изменения, прежде всего. Нельзя натягивать и Комбан на то, что у вас есть сейчас, потому что иначе это будет просто дань моде, либо, не знаю, внедрение ранее внедрения. И тот и другой инструмент, они заточены для того, чтобы достигать каких-то оптимизационных целей. И если эти цели – быстрая поставка ценности, и если эти цели – быстрое реагирование на рыночные изменения, то тогда да, и эти изменения нужно делать. А если нет, то, ребят, не надо сил тратить на то, чтобы это все запускать. Потому что это все подразумевает изменения. Еще один такой часто встречающийся миф. Миф о том, что вот скрам хорошо в разработке, А если у вас чуть-чуть похоже на какой-то поток, допустим, поддержка или что-то еще, вам точно Комбан. Ну, это принципиально расходится с определением Комбана. Это метод управления. Поэтому нам не важно на самом деле поток у вас задач. Либо это техподдержка, либо это разработка нового продукта. С помощью Комбана вы учитесь эффективно управлять. С помощью Комбана вы применяете принцип и начинаете управлять тем, что есть. Тем процессом разработки, тем процессом подготовки требований, тем процессом сопровождения. И поэтому только одно непонимание, что Комбан, это метод управления, рождает такие мифы. Идем дальше. Дальше очень часто встречаю такие ответы от команд. Мы не можем планировать. У нас настолько быстро меняющийся рынок, нам нельзя собираться регулярно на планирование, как требует этот скрам. Поэтому у нас Комбан. И опять же, здесь стоит не то, что непонимание, здесь нежелание проводить организационные изменения. И попытка спрятаться за Комбаном, что, дескать, у нас там поток, хаос. И поэтому мы не хотим с ним разбираться. Мы применяем Комбан. Посмотрите, поток и хаос. Но Комбан же говорит вам о том, что и этим потоком и хаосом тоже надо уметь управлять. Надо его визуализировать, показывать и измерять время, когда что-то из хаоса попадает нашим дорогим клиентом. Поэтому помните об этом, что за Комбаном нельзя спрятаться. И последний, такой самый распространенный миф. Мы стали очень большими. Мы выросли. Мы не умеем работать командами. Вернее, мы не хотим учиться работать большими командами. Поэтому мы снова возвращаемся в функциональные подразделения, где у нас есть отдельный отдел разработки, отдел тестирования. И натягиваем на этот такой поток, который мы называем Комбан. То есть мы возвращаем, мы выросли, команда стала большая. И мы убираем те прелести командной работы, мы снова возвращаемся в функциональные колодцы. Но, опять же, Комбан не об этом. Комбан о том, чтобы как можно быстрее сократить поставку. Вернее, как можно быстрее сделать поставку пользователей. А вот эти функциональные колодцы, они, по сути, потери, они мешают этой скорости. Они увеличивают время. И поэтому непонимание о том, что Комбан – это о гибкости, о поставке ценности, мы стараемся за этим спрятать. И желание, опять же, проводить организационные изменения, создавать команды, кросс-функциональные команды, большие команды, работать вместе. И, соответственно, фокусироваться не на утилизации ресурсов, а на поставке ценностей. Так вот, все это, конечно, хорошо. И хотел бы сейчас сфокусироваться на каких-то примерах, где мы нашли эти точки соприкосновения с разными командами, в разных отраслях, но эти примеры просто демонстрируют. А как же можно ли прилагать Комбан-метод для скрам-команд? При этом скрам-команда может быть маленькая, большая, неважно. Все-таки разные продукты, разные компании. Но, тем не менее, хотелось бы вот эти вот про точки соприкосновения, ключевые точки соприкосновения поговорить. Итак, самая простая, самая, наверное, эффективная точка для команды. Эффективная, потому что она дает выгоду для команды очень быстро. Визуализация и совместная работа. Смотрите, когда мы говорим, что в скрам-команде мы начинаем применять Комбан-метод, мы тем самым вовлекаем команду в создание и визуализацию реального процесса, как он на самом деле выглядит. То есть нам не интересно, что это to do and progress done. Нам интересно, как это выглядит вся цепочка от начала до поставки ценности. И поэтому нам важно этой поставкой управлять. Если мы визуализируем всю очередь, тем самым мы понимаем, а где же у нас узкие места. Тем самым мы понимаем, куда прикладывать усилия для того, чтобы команда стала более эффективной с точки зрения командной работы. И как это может быть? Вот представьте, как вы думаете, это скрам-команда или нет? Ну смотри, есть доска, есть толпа людей, вроде команды. Это реальный пример. Не боюсь этого назвать. Команда работает здесь, в Ульяновске. Соответственно, смотрите, как это все выглядит. Есть кросс-моциональная команда, которая на старте попыталась визуализировать всю ту работу, которая происходит с разработкой продукта от начала до конца. При этом, смотрите, доска не ограничивается финальным каким-то показом, поскольку оставка ценностей осуществляется клиенту только после того, как возникнет какая-то еще дополнительная работа. А дополнительная работа связана с формированием каких-то оповещений в техподдержку, с формированием документации и так далее, и так далее. И эта вся цепочка визуализирована для того, чтобы команда понимала, что поставка ценностей осуществляется не на финише работы команды, а дальше. И этой очередью уже можно управлять. Можно набрать очень много задач, но при этом мы еще до конца до конца не доставили. И это очень сильно влияет на эффективность команды, на скорость, на все параметры. При этом, смотрите, поскольку у нас есть ограничения, то они искусственно загоняют команду, ну загоняют, хороший термин, вовлекают команду в коллаборацию. Почему? Почему это важно? Если мы рассмотрим стандартную скрам-команду, то, несмотря на то, что мы вроде как бы работаем командой, очень часто мы там видим разделение. Ты тестировщик, ты аналитик, ты разработчик, а ты еще яблый разработчик, оказывается. И каждый выполняет свои задачи. Здесь же у нас, смотрите, у нас лимиты. Лимиты на одновременное количество незавершенной работы. И если я вижу этот лимит, и он как бы не может быть нарушен, я иду и помогаю. Потому что лимит, я не могу взять новую задачу, пока старая не продвинется. Даже если делаю ее не я. Поэтому мы искусственно с помощью этих лимитов стараемся вовлечь команду в общение. И что же мы видим? Думаете, это не работает? Это работает, потихонечку это начинает работать. Смотрите, в один из спринтов мы получаем такую смс-ку от скрам-мастера. Скрам-мастер пишет, команда уже сделала цель спринта, и при этом, если бы в старой парадигме, кто у нас, бэкэнчик, взял бы новую фичу и начал пилить на следующий спринт, то здесь он взял и начал помогать. Взял и начал изучать новый фреймворк, и, соответственно, потому что он не может взять новую работу. Потому что надо завершать то, что не завершено. И это очень важно, потому что очень часто хочется пилить и пилить, пилить и пилить. А здесь же мы стараемся фокусироваться на поставку, на поставку, поставку. То есть пока не завершено, надо всем фокусироваться на это. И это вот связано со следующей точкой применения канбана для скрам-команды. Это тоже фотка из реальной команды. Представьте, конец спринта, недельные спринты, конец спринта, четверг. Итак, как вы думаете, хорошо это или плохо? Смотрите, все в работе. Как вы думаете, что они поставили за эту неделю? Ничего. То есть, смотрите, ребята взяли все, все в работу. И каждый день приходили утром и говорили, смотрите, я взял в работу, я еще возьму работу, потому что это заблокировано. На следующий день это у меня заблокировалось, я еще возьму работу. В итоге в четверг ничего. Через неделю что происходит в этой команде? Слава богу, они что-то вывалили в четверг, и все, это что-то перешло на тестировщика. Вот это вот, посерединке это тестирование. Как вы думаете, тестировщики рады завтра сдавать данную всю? А как вы думаете, что делают разработчики в это время? Берут и пилят новое на следующий спринт. Берут и пилят новое на следующий спринт. Так вот, это на самом деле грустно, потому что такая вот парадигма существует у нас. Не знаю почему, что чем больше я возьму задач в работу, тем больше я сделаю. Логично, да? А комбанг говорит, нет, нет, это неправильно. Есть закон Литла, закон очередей. Чем меньше я возьму в работу, тем быстрее я сделаю. И здесь подтверждение находит одна из популярнейших техник программирования. Может быть вы слышали, очень популярная в последнее время стала МОК-программирование. Кто слышал? МОК-программирование. Как вы думаете, какое количество в МОК-программировании незавершенной работы в единицу времени? Кто знает? Один. Вся команда работает над одной задачей. Как вы думаете, какая скорость у нее? Скорость? Один. 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 и help на бирже, и все что угодно, поскольку они работают на одной задачи, то пропускная способность этой команды колоссальна, потому что они не отникаются, они не переключаются, они выполняют тот закон очередей, когда у нас ограничение независимого работы равняется единице. То есть они, соответственно, если мы делаем 7 задач в неделю, то есть они сделают 7 задач. А если бы они отправили все это одновременно работать, сделали бы, конечно же, меньше. И это удивительно, но факт, насколько вот эта старая парадигма и в менеджменте, и у ребят в командах настолько она зависла, что надо больше взять, тогда я наиболее важный человек, тогда я быстрее больше сделаю, а оказывается наоборот, что ты больше берешь, делаешь меньше. Поэтому мы, еще одна точка соприкосновения скрама с комбаном, это ограничение незавершенной работы. Мы искусственно ограничиваем незавершенную работу, не разрешаем там, где это возможно, брать много задач. Просто стараемся фокусировать ребят на быстрой поставке, чтобы даты закончил, но у тебя, у нас ограничение здесь по незавершенке, поэтому садись и помогай. Садись и помогай. Идем дальше. Еще один пример. Команда вообще не зайти. Это скрам-команда, мебельная фабрика, разрабатывает уникальную мебель под заказ, соответственно, скрам-команда вокруг каждого заказа формируется отдельно и ведет весь заказ от начала до конца. Скрам-команда просто функциональная, и, соответственно, понятно, что очень сложно придумать применение полностью всех элементов скрама на мебельной фабрике, но, тем не менее, ребята научились недельными спринтами работать, делать какую-то быструю поставку, быстрое прототипирование с помощью даже дешевых пород дерева, не знаю, что-то я там не делаю. Смысл какой? Они для себя создали правила, и прозрачные правила для перехода от этапа-этапа на этой большой там бан-доске, потому что здесь еще увлекается производство, и нужно было понять производство, а когда же нам начинать производить то, что команда там нагенерила. Соответственно, на каждом из этапов прозрачной политики, а в скраме команде, если это IT, прозрачной политикой может быть definition of down, когда он висит, и все на него смотрят и видят. И помните один из принципов канбана, да, сделать политики явные? Вот они, политики явные, когда мы прозрачно понимаем, что значит готовый продукт, и в любой момент времени любой человек, приходя к нам, он видит, что значит готовый продукт. Приходит клиент к нам на взор-спринтах, он понимает, что значит готовый продукт, что значит продукт готов, и завтра он появится у них на экранах, либо в аппаратах. Еще один важный пункт. Мы очень часто говорим про метрики, про метрики в скрам-командах, да, но, к сожалению, в скраме их не очень много. Кто-то меряет скорость, кто меряет скорость команды, а кто измеряет скорость чужой команды, то есть кто менеджер меряет команду. Есть такие, молодцы. Так вот, в скраме их на самом деле метрик не очень много, и здесь нам на помощь опять же приходит канбан, когда он говорит, ребят, есть ключевые метрики в канбане, давайте их применять в скрам-команде. И это и cycle time, то есть время, сколько идет от идеи до продукта. Давайте его мерить. А давайте мерить количество разрешенной работы, потому что мы знаем, что это влияет на что? На нашу пропускную способность, на скорость, да? Это влияет, это закон Литва. А давайте измерять пропускную способность, по сути, ту же самую скорость, но только не в story point или в каких-то единицах, а по количеству задач. Вот сколько мы бизнес-задач сделали за спринт. От начала до конца. И как-то завязано на количестве незавершенной работы. Все. Эти вещи очень легко мерить, и, соответственно, их можно использовать как какие-то метрики, да? Но не метрики в качестве поощрения или наказания, а метрики для принятия решений. Потому что любые метрики, которые мы используем в команде, они прежде всего нужны для того, чтобы по ним принимать решения. То есть мы говорим о том, что, ага, четыре сделали ограничения незавершенной работы, смотрите, как увеличилось время. А давайте сделаем три. Ага, время сократилось, но при этом, а, я не знаю, количество багов увеличилось, да? И мы начинаем снова что-то делать, и так далее, и так далее. То есть метрики нам нужны для каких-то действий. И поэтому очень здорово, когда мы берем из кампана эти метрики, а в кампании их очень много, и начинаем их применять в скрам-команде. Никто нам это не запрещает. И последний у меня пример. Последний пример. Снова знакомая компания. Снова компания Рульяновский. Смотрите, интересно. Скрам, мы говорим, работает хорошо в разработке. Но этот пример, он достаточно уникальный. Здесь скрам-команда сформирована из топ-менеджмента. То есть топ-менеджер компании работают как скрам-команда. Классная, просто функциональная команда, правильно? То есть все направления представлены. Есть продуктован, это глава компании. И, соответственно, почему бы это не назвать скрам-командой? Потому что они соответствуют скраму. Но поскольку они оперируют бизнес-элементами, то, наверное, неправильно было бы приоритизировать эти бизнес-элементы с точки зрения трудоемкости. А сколько вашему подразделению потребуется поинтов, чтобы организовать конференцию? Ну, наверное, как-то не очень. И здесь нам опять приходит на выручку кампан, потому что в компании очень часто используется инструмент для приоритизации бизнес-фич, называемый цена задержки. Это значит, что мы каждый элемент вот этого бизнес-беклога оцениваем с точки зрения, а сколько компания может потерять, если эту бизнес-фичу не сделает. И какой характер этих потерь? Он может быть длиннее. То есть день прошел, 100 тысяч потеряли 2 дня, 200 тысяч потеряли 3 дня, 300 тысяч потеряли. Он может быть нелинейный. А, например, завтра не теряем, но точно после четверга потеряем сразу 2 миллиона. Он может быть очень срочный. Соответственно, с завтрашнего дня теряем каждый день по 500 миллионов. Ну, я условно, да? То есть характер потерь может быть разный. И с точки зрения оценки, когда мы начинаем каждый бизнес-элемент оценивать с точки зрения, сколько компания потеряет, то, по сути, мы приводим все к одному знаменателю. То есть каждый элемент мы теперь можем приоритизировать именно с точки зрения потерь. И иногда, да, мы готовы потерять, не знаю, 100 тысяч, но при этом мы сделаем вперед тот поинт, ту историю, которая связана с потерей 2 миллионов. И, соответственно, это все оценивается с точки зрения бизнеса и денег. И это очень важно. Можно ли это перенести в скрам-команду разрабатывающих продуктов? Легко. Сколько с помощью этой фичи мы заработаем денег? А сколько с помощью этой фичи, которую мы откладываем, мы потеряем? И какой характер этих потерь будет? Соответственно, когда мы это применяем на уровне команды, это тоже работает. Но только в этом случае наш продуктованным должен быть немножко бизнес-человеком и понимать, как это оценить. Но это уже другой вопрос. Как это мучиться? Итак, буду завершать. Как раз место для вопросов осталось. Скрам или Камбан? Ну, я надеюсь, сейчас, наверное, отпал такой вопрос. Потому что нельзя ставить скрам или Камбан. Можно говорить о том, и скрам, и Камбан. Готовы? Ответ. Здравствуйте. Здорово. Смели. Вижу. Вижу. Где у нас? Давай я. А мне кто-то помогает? Сейчас, да. Вижу раз. Вижу два. А где у вас? Кнопочка. Нет, не кнопочка. А девочка. А, девочка. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Дмитрий Матвеев, компания Врон. Скажите, как вы сами лично считаете, все-таки могут ли работать оценки задач в реальном времени, то есть в часах? Не в StoryPoint, а именно в часах. Потому что, несмотря на то, что, ну, там, все знают про скрам, многие заказчики, многие менеджеры, топ-менеджеры заказчиков все равно настаивают на том, что там оценки в часах обязаны быть, и они обязаны быть абсолютно точными. Спасибо. Спасибо. Вопрос немножко в сторону, но тем не менее. Я свое мнение скажу, да. Это очень частый вопрос мы слышим на наших тренингах, а в чем измерять, да. На самом деле, конечно же, если говорить с точки зрения оценки, относительные подходы к оценке бизнес-задач они интереснее, да. Относительные оценки трудозатрат. Хорошо. Потому что в этом случае мы уходим от субъективного мнения человека, да, мы стараемся фокусироваться и оценивать это командой именно с точки зрения, сколько, какой объем работы нужно сделать. потому что, несмотря на то, кто его будет делать, объем от этого не меняется, да. С другой стороны, когда нас начинают спрашивать, а дайте оценку в часах, в человеке часах, то для меня это зломочек о том, что, первое, возможно, нету доверия к этой команде со стороны заказчика, да, потому что, ну, невозможно дать точную оценку в часах. Второе, возможно, человек, который это просит, не понимает, что в разработке, что разработка программного обеспечения это запутанная среда, в которой очень много переменных, которые могут меняться, да, и давать прогноз стопроцентный в этой среде просто непрофессионально. Вот любую книжку почитать, если найти там, допустим, на синтолит, да, антихрупкость, либо посмотреть книги по системному мышлению, да, которые описывают эти вот среды запутанные, да, в которые мы с вами работаем, они говорят о том, что в таких средах непрофессионально делать стопроцентную оценку. Ну, как, это не детерминистические среды, в которых можно все прогнозировать, в них всегда существует вероятностный подход, либо эмпирический подход. Мы можем дать оценку с некой долей вероятности. Допустим, мы эти фичи с 85% вероятностью сделаем за 14 дней. Они говорят, нас такая оценка не устраивает, дайте ей выше процента. Окей, с 95% мы скажем, что за 22 дня сделаем. Понимаете? И это профессионально. Вообще, вот в среде, я скажу, что черно, в разработке, в профессиональной среде считается, что непрофессионально давать точную оценку в часах. Она точно изменится. Мы все с вами знаем. Зачем отманывать друг друга? То есть причина, на самом деле, корневая причина, почему заказчик это просит, не в оценках и не в подходах, а она в другом. И надо ее лечить. Спасибо. Тут вопрос был у вас, да? Отдайте микрофон. Да, отдайте. Хорошо, что да. Добрый день, спасибо за доклад. Очень интересно. На одном из слайдов у вас было сообщение, как я понял, темлида, что все нормально, бэкэндер начал изучать фронт. Это офигенно, когда у нас дефицит задач, все сфокусируются на решении одной задачи, но это работает только когда команда универсальная. Каждый немного бэк, немного фронт, немного тестировщик, чуть-чуть менеджер. А как быть в реальном мире? Спасибо за вопрос. Сразу скорректирую. Это было сообщение не от TeamLead, потому что в этой команде нет TeamLead, это же Scrum команда, там все равны. Это было сообщение Scrum мастера, нам, а мы, соответственно, в этой компании работаем как, ну, давайте, говорит, помощники наблюдать. Так вот, возвращаясь к этому слайду, я хочу пояснить. Смотрите, Scrum команда не требует от вас, чтобы каждый был профессионалом во всем. Scrum команда говорит о том, что это должна быть кросс-функциональная команда, которая делает о продуктах все от начала до конца. Соответственно, да, у нас там есть человек, который с высокой квалификацией может делать ВК, есть эксперт по фронт-энду, но вот этими ограничениями, да, мы вовлекаем команду в общение и даем им возможность поучиться, возможность поучиться. Смотрите, когда в старой парадигме мы брали, 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 то есть мы узко учили свою специальность. Здесь есть возможность поучиться, поизучать соседние области, какие ты хочешь. То есть лежит душа у тебя к базе данного. Ну, садись, у тебя есть время, не нужно пилить, можно помогать, а можно с кем-то в паре поработать, а можно просто поизучать. У тебя есть время, потому что не нужно пилить. Пилить не надо, потому что это никому не нужно работать. Вот смысл такой. То есть мы просто даем этими ограничениями возможность именно реализовать свободное время, да, то есть возможно учиться. Еще раз, и скрам, и канбан, особенно когда они работают вместе, это не про утилизацию ресурсов, то есть это ортогональная вещь по-настоящему. То есть утилизация ресурсов, это стопроцентная занятость. Есть подходы, которые эти хорошо делают. Тот же waterfall. Waterfall стопроцентно утилизирует всех. Но скрам и канбан, это ортогональные вещи, это про быструю поставку, про кроссопыляемость, про взаимопомощь и взаимподдержку. Это вещи ортогональные, потому что как только мы начинаем утилизироваться, у меня всегда есть возможность взять менее важную фичу по моей специальности, потому что я ее всегда беру. Но она менее важна. Она никому не нужна сейчас. Возможно, завтра мы возьмем обратную связь, перегишем ее. Зачем это делать? Вот такой смысл. Спасибо. Есть еще вопрос. Давай еще вопрос. Еще вопрос. Есть еще 20 минут, почти. Так что, куча времени. Коллеги, я хочу сказать, кто сначала не был, у нас, к сожалению, ночью не прилетел Сергей Баранов, у которого был слот 12-15, 13-15. Поэтому мы придумали собрать вопросы, и Алексей, и Василий на них ответят. Вот там вот короткая ссылка, Bit.ly, ну ее более-менее можно набрать, и откроется вот эта форма, куда можно задать вопросы. Я все вопросы соберу, сгруппирую, и спикеры на них ответят. Вот. А теперь вопросы. Он был сначала, потом тебе. Я передам. Спасибо большое за доклад, потому что описали прям всю боль в нашей компании, потому что мы пытаемся перейти на скрам, это происходит очень давно. И вот как раз в чем вопрос. Почему мы не можем полностью перейти на скрам? Потому что для бизнеса скрам – это штука, которая не поддается планированию. Ну, вернее, не планированию, потому что есть определенная точка, которой нужно все подготовить, которой нужно выйти. А разработчики говорят, что, ну, мы там этот спринт успели, в этот не успели, давайте дальше, переносим, переносим. И в итоге есть такое ощущение, что скрам – это технология, в рамках которой продукт разрабатывается вечно. Ты не можешь прийти к какой-то финальной точке, ты все время его допиливаешь. Здесь мы поняли, что нужно учить бизнес скраму. Он просто, возможно, не понимает, что это такое. Но у меня вот в чем вопрос. Вы сейчас говорили, что люди помогают друг другу, и вот вопрос был оценки. То есть давать оценку – это некорректно, ну, грубо говоря, да, то есть непрофессионально, может быть, я неправильно понял, утрирую. Но если людей не ограничивать, как они развиваются тогда в этих командах? То есть суть в чем? То есть мы не успели к сроку, зачем нам придумать что-то новое, в принципе, мы перенесем это на следующий раз. То есть как, за счет чего люди в скраме технологии развиваются? За счет того, что только друг другу помогают, но вот в это не очень верится. Возможно, они, наоборот, лениться будут постоянно. Окей, услышал. Итак, вопрос, за счет чего люди в скраме развиваются? Окей. Действительно, два паттерна, услышал таких, не знаю, поправить меня или нет. Вот для меня, смотрите, тревожный звоночек такой. Как только мы говорим, либо слышим «бизнес» и «разработка», мы пытаемся сделать скрам «бизнес» и «разработка», мы работаем по скраму, у нас есть «бизнес» и «разработка», для меня это значит, что, ребята, что-то не то со скрамом, потому что основная мысль, что «бизнес» и «разработка» – это одна команда, нет ни «бизнеса», ни «разработки», есть «разработка» и «продукты». Вот. А бизнес сидит у нас здесь, и вопросы, вот, давее по оценкам, по, там, не знаю, по всем, занятости, они стираются, потому что в любом моменту рейне все вот здесь, они в одной команде, мы в одной лодке, нету бизнеса и IT. Вот скраме нет этого, мы рушены границей. То есть основной посыл – это сделать отдельные, бизнес-юниты, там, вокруг продуктов. Если это большой продукт, несколько этих юнитов, ну, то есть несколько команд, если это небольшой продукт, одна команда, и мы вместе, нету этого. Вот. Теперь по поводу мотивации в скраме, да, это, конечно, очень тонкий вопрос, да. Смотрите, здесь, наверное, отошлю вас к такому научному труду, книжке, есть Даниэль Пинк, кто-нибудь слышал фишку драйв. Посмотрите. Вчера на одном из накладок. Ну, отлично, посмотрите обязательно. Он, конечно же, не про заработку, он говорил, это один из ведущих американских психологов. Посмотрите. Вчера на том, чтоει, классный, eş, хуру. Продолжение следует...